Продолжение следует... И собрали мы ее такой грандиозной именно для того, чтобы как можно больше людей, связанных с искусством Востока, познакомились друг с другом. Дальше мы обещаем быть скромнее, сужать наши темы, но пока в первый раз хотели бы всех познакомить. И сегодня приветственные слова нам скажут наши великие люди. Я им передаю слово с почтением и с дрожью. Олег Дорфилович, Николай Вячеславович, Акиф Таерович, пожалуйста, между собой, вот как вам удобно, в удобном вам порядке. Будем рады ваше приветствие услышать. Спасибо за внимание. Мы открываем нашу конференцию. Спасибо. Уважаемые коллеги и гости, позвольте мне открыть нашу конференцию и сказать буквально несколько слов. Я ничего долго не буду, по сути, говорить. Замечательная международная научная конференция. Она называется «Первая». Я так понимаю организаторов, что она не последняя, поэтому она называется «Первая». Наверное, за ней последует еще. Я рад приветствовать и участников, и тех гостей, которые к нам пришли. И сказать, что вот эта тема искусства Востока, Востока искусства, она очень заманчиво названа. И такая конференция, она, конечно, претендует на какую-то некую всеобщность. Но я знаю, что эта конференция у нас одновременно привязана к совершенно замечательной выставке, о которой, наверное, расскажет Акип Хайлович Девалов. Он не нуждается в представлении. Я думаю, он сам расскажет и о себе, и о выставке, которая приветствует вас. Но позвольте мне ограничиться этими словами и передать слово для вводного приветствия директору института, Олег Первого, который продолжит эту серию вводных выступлений, вошедших в нашу программу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые гости. У нас сегодня не просто начало конференции, это не только обычная конференция, которых много проводится здесь, в том числе в этом зале. Это сегодня особый день, особое, я бы сказал, событие, потому что сегодня мы первый, я бы сказал, сход наших специалистов по искусству. И это начало чего-то нового, светлого в истории института, связанное с тем, что мы создали с одной стороны отдел, новый отдел института, отдел искусства и материальной культуры Востока, и с другой стороны, мы еще в институте создали восточно-культурный центр, который будет проводить мероприятия. И сегодня мы видим и будем очевидцами и свидетелями такой синергии теории и практики. То есть, с одной стороны, это конференция, которая носит прекрасное название, которое я даже, как видно из программы, вы даже сделали сокращение такое, ИВИ, искусство Востока и Восток в искусстве, что название уже само по себе претендует на продолжительность, на долгую жизнь и на то, что это будет как бы так усиление. И во-вторых, это, безусловно, выставка буддийских танков, которое представлено у нас впервые так широко и будет еще открыто общественное туда, общество может туда приходить из другого отдельного входа, которое специально было сделано под конкретно эту выставку. Вот наш многоуважаемый меценат и, я надеюсь, наш, один из основных наших партнеров по искусству и по большому кругу вопросов, связанных вообще, с выходом на прекрасное, и прикосновение к прекрасному, чего мы очень бы хотели, чтобы наука соприкасалась с наукой, с искусством и с культурой, и через культуру мы тоже познавали Восток. Это все сегодня будет у вас представлено. Мы, конечно же, вот к сегодняшним событиям и началам работы двух профильных отделов, отдела искусства и отдела Восточного культурного центра, мы вступаем в новую для нас область, но она не совсем новая для нас, потому что даже среди сидящих здесь очень много наших сотрудников. То есть наши сотрудники искусством в любом случае занимались, а создание этого центра позволяет нам действительно аккумулировать наши исследования в специальных узких сферах изучения Востока. И, безусловно, что мы в этом смысле не совсем новички, но при этом у нас есть наши старшие партнеры Гранды, с которыми мы, я очень надеемся, будем сотрудничать, и сегодня тоже вот мне сказали, что в ЗУМе наш старший, наш учитель, для меня учитель, Михаил Борисович Петровский, который является генеральным директором Эрмитажа, и Александр Селович Седов, который является руководителем Музея народов, Государственного музея Востока. Эти две инстанции, две организации будут для нас основными ориентирами. Я очень рассчитываю на то, что, надеюсь на то, что мы вообще надеемся, институт на то, что у нас это сотрудничество продолжится на благо русской науки и русской культуры. И я бы хотел сейчас поприветствовать Михаила Борисовича, если он нас слышит, и с большим удовольствием передать ему слово. Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас из жаркого Петербурга, в жаркой Москве. Я прежде всего приветствую идею изучения искусства в Институте Востоковедения. Насколько Востоковедный подход, как известно, это большое внимание к тексту, большое внимание к слову, большое внимание к языку, и вживание в атмосферу, в которой явление существует, это очень важно для искусствоведения, когда не всегда такое. Я хотел бы обратить внимание на несколько явлений, которые концентрируются в том, о чем мы дальше будем говорить, в том, что касается мусульманского искусства, мои специальности. Прежде всего, это блестящие статьи Академика Расмирнова, посвященные вот такой изумительной интерпретации книги Архана Памука о живописи «Мое имя красное», где ставится важнейший для всех нас вопрос отличается ли искусство Востока от искусства, не Востока принципиально, либо не отличается. Это первый сюжет. Второй сюжет – формата железненитая картина Рома Бассейн-Гарина. Ее крали, ее мы как раз копируем, и она как раз сюжетное рассуждение о том, насколько ориентальное искусство, ориентализм, передает некие фантазии Запада, и насколько оно передает какую-то реальность. На самом деле, и то, и другое сочетается. Сейчас ориентализм стал очень правным словом, которого она не заслуживает. Наше дело – показать, что на самом деле происходит, как происходит город культуры. И третье – сразу у нас была основная высота первого этажа, потом в ряде, посвященная искусственному интеллекту и современному искусству. Вот современному искусству Востока, опять же, арабцев. Блестяще рождаются работы, связанные с искусственным интеллектом. Мы знаем несколько, вот на этой высоте была работа, одни рожденные, понятно, из опыта мусульманского орнамента просто, но еще работой, первым алгоритмом является арабский язык, особенно арабский язык, арабского письма, на основании которых строятся совершенно замечательные вещи, которые блестящие образцы, очень улучшительные для всего мира. Вот такие три направления мне представляют все три проблемы важные, и мы готовы во всех сотрудничество. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Сейчас, теперь слово передаем нашему уважаемому гостю, одному из соорганизаторов сегодняшнего мероприятия, Акифу Таиловичу Белалову, президенту ЮНАТИН Деприджи. Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги, организаторы и участники первой международной конференции искусства Востока и Востока в искусстве. Прежде всего, позвольте мне поздравить вас с началом конференции и пожелать вам успехов в плодотворной работе. Это, безусловно, очень значимое и важное событие, и я надеюсь, что накопленные вами опыты и знания будут полезны вам и в вашей дальнейшей деятельности. Я обращаюсь к вам как руководитель ЮНАТИН РЕЛИЖЕН, это межправительственная организация, объединяющая широкий круг представителей религиозных и политических организаций международного уровня. Задачами ЮНАТИН РЕЛИЖЕН являются, прежде всего, укрепление международного мира и межрелигиозного диалога, содействие достижению целей всеобщей декларации права человека, укрепление добрососедских отношений и партнерства между религиями, утверждение традиционных нравственных ценностей, а также идеалов единства и мира в обществе. Мы также уделяем внимание таким проблемам, как разработка эффективного метода разрешения конфликтов, возникающего в результате этнического и конфессионального антагонизма, развитие сотрудницы с государственными и общественными учреждениями, общественными и религиозными объединениями, в том числе и с молодежью. Одним из важных направлений деятельности United Religion является организация в различных мероприятиях, направленных на развитие диалога между религиями, культурами и цивилизациями. В этом контексте Департамент Азии и Дальнего Востока United Religion в рамках глобального гуманитарного сотрудничества проводит серию международных выставок буддийского искусства, целью которых является сохранение мирового культурного наследия и укрепление всестороннего диалога между странами региона. Наша выставка направлена на гармонизацию межрелигиозных, межнациональных отношений на международном уровне. И в данном контексте миссии United Religion является сберечь все лучшее, увековечить наследие буддийской культуры, которая воплощает в себя основные ценности гуманизма и миролюбия, открывает широкую аудиторию понимания духовных ценностей и знакомит с мировой историей, традицией народов и символом древнего искусства. Сегодня в 19 часов вечера мы приглашаем вас всех, мы торжественно открываем выставку Лики Будды. Это уникальная выставка буддийского искусства, состоящая из более 800 антикварных раритетов. Данная восточная коллекция входит в пятерку крупнейших частных коллекций буддийского искусства в мире и является самой большой частной коллекцией в России. Коллекция получила высокую оценку международного и научного общества, буддийского духовенства, верующих и поклонников азиатского искусства. Надеюсь, что конференция и выставка вызовут соответствующий интерес к восточной культуре со стороны российской и зарубежной общественности и будет способствовать дальнейшему развитию научно-исследовательских работ в этой сфере и развитию сотрудничества научных и религиозных объединений. Еще раз выражаю благодарность всем присутствующим и желаю новых достижений и достойных результатов. Хорошего дня и до встречи на открытии выставки Лики Будды. Спасибо большое, Акиф Тайерович. А теперь, если он... Посмотрите, пожалуйста, Седов Александр Всеволодович. Он на связи? Акиф Тайерович, спасибо большое. Да, я хотел бы вас представить еще, Александр Всеволодович. Мы, конечно же, были времена, когда восточное искусство воспринималось на Западе как tribal art, да, и как-то не очень ценилось оно. А сейчас, насколько и верно, самые дорогие произведения искусства, они как раз создаются на Востоке. Они даже дороже стоят, чем на Западе. Поэтому вы как руководитель, директор Государственного музея Востока вам слово, мы имеем честь вас слушать. Спасибо большое. Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие участники конференции, прошу прощения, что я не смог очень присутствовать на открытии. Слава Богу, нашим технологиям можно дисциплинационно выразить свое отношение к проведению этой конференции. Мы являемся с организаторами этой конференции. И это не первое наше совместное предприятие с нашим альбоматором Институтом Востоковедения. Между Институтом Востоковедения и Государственным музеем Востока такие сооруженные связи, перетекание сотрудников из одного учреждения в другое, оно всегда действует на пользу и тому, и другому учреждению. Я рад, что в Институте Востоковедения, в английском учреждении теперь задумываются и пропагандируют не только изучение текстов, но и изучение искусства Востока. И особо мне приятно было слышать из уст господина директора историю материальной культуры. Я буду археологом всячески приветствую это направление академического изучения Востока. Нам очень приятно, что это первое, я надеюсь, я уверен, не последняя инфляция проводится в сотрудничестве с нашим музеем. Мы всегда готовы в порядке поддерживать наше обоюдное обоюдно полезное сотрудничество в изучении искусства Народного Востока. Я желаю участникам конференции и докладчикам читать свои доклады удачно, жаркой дискуссии, интересной дискуссии и всяких успехов в работе. И надеюсь, что в заключительный день работы конференции мы все увидимся на нашей территории и в неформальной обстановке поведем итоги этой конференции. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Я хотел бы сказать несколько слов. Мы созванивались с Алексеем Александровичем Масловым. Он обязательно присоединится, но не сегодня, к сожалению. И точно так же не сможет Ирина Федоровна Попова, член-корреспондент, директор института доступа и прописи. Это наши партнеры, с которыми мы активно сотрудничаем. Тем не менее, мы обязательно во всяком случае с Алексеем Александровичем Масловым встретимся здесь, на этой площадке во время выставки. Пока выставка не закончится, мы обязательно собираемся здесь нашу встречу будологов, наших специалистов организовать. Сейчас слово еще одному нашему партнеру. Это Восточный 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 вообще является факультетом института Востоковедения, можно так сказать, мы организаторы. И Евгения Викторовна Кузнецова, заместитель декана Восточного факультета. А деканом является Виталий Вячеславович Наумкин, который тоже здесь сидел в протекании кадров у нас не только с Государственным музеем Востока, как вы видите, мир Востоковедения гораздо более такой спаянный. И сейчас я представляю вам слово как в том числе нашему человеку. Спасибо большое, это действительно так. Мы частичка института Востоковедения, наш Восточный факультет. и я не буду говорить о том значении, которое имеет первая международная конференция по искусству Востока здесь проходящая. Я хочу несколько слов сказать, какое особое значение она имеет для наших студентов, в частности для наших магистратов. В прошлом году у нас открылась одна из двух магистрских программ. это социально-культурное развитие стран Восточной Азии. Автором руководителем программы является Дина Викторовна, научным руководителем Александр Всеволодович. И вот эта сегодняшняя встреча с учеными, которые занимаются искусством, культурой, это участие наших магистратов в этой конференции, не только в ее организации, это дает возможность той самой интеграции, без которой, наверное, сегодня невозможно развитие ни высшего образования, ни науки. Потому что именно вот там в наших магистратурах воспитываются будущие ученые. И чем ближе это сотрудничество будет, а наши магистраты проходят практики в музеи Востока, в наших лабораториях, в нашем институте, в нашей альмаматор. И я хочу сегодня сказать, имея возможность сказать, огромное спасибо, конечно, организаторам выставки, и огромное спасибо нашему чудесному дакану Виталию Вячеславовичу, директору музея Олимпера Колобековичу, и большую благодарность Александру Селовичу за те возможности, которые предоставлены нашим будущим ученым. Всем хороших трех дней. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, Евгения Викторовна. Сейчас заключительное оборудование от слова из разряда приветственных. И сразу я вам передаю модерацию в пленарной части. Это наш руководитель, заведующий отделом Востока и материальной культуры. Динара Викторовна Дубровская. Пожалуйста, вам основной организатор. Я видел последний практически месяц. Вы занимались подготовкой и очень много успели сделать. Спасибо большое. Большое спасибо, Олимпир Колобекович. Большое спасибо почетные и великие люди, которые сказали нам приветственные слова в этом пленарном заседании. Сейчас мы плавно и красиво переходим к научной работе. Но в пленарных докладах у нас все равно будут важнейшие и политически важные и такие капитальные доклады. А дальше мы разбежимся и будем, как нам посоветовал Александр Всеволодович, жарко дискутировать. Мы будем делать это в очень строгой манере. Вот посмотрите, я хочу, чтобы вы сразу посмеялись, потому что потом у нас не будет времени смеяться. У нас много, докладов много, а времени мало. поэтому модераторам дана карбланш на то, чтобы останавливать и показывать вот эту страшную табличку, что ваше время заканчивается. Переходите пожалуйста к выводам. Так что имейте ввиду, что мы планируем работать очень плотно, плодотворно и так, чтобы мы поместились в эти дни конференции. Очень много надо было сделать в очень короткое время, как обычно, поэтому если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашим волонтерам, вы их узнаете по ищущим взглядам и по приветливым улыбкам. Это те самые молодые люди, о которых говорила Евгения Викторовна, они нам помогают, мы вам очень благодарны. Мы вас будем немножечко кормить, немножечко поить, у нас есть кофе-брейки, все это отмечено в программе, так что добро пожаловать напротив, перед этим залом, зал как раз Гаугн, и там все это происходит. Ну и еще мы открываем маленькую выставочку, маленькую, но с большой претензией, на нее тоже приглашаем, и Наталья, когда она у нас, прямо сейчас? После докладов, после докладов, да. Еще раз добро пожаловать, большое спасибо, что вы пришли, надеюсь, нам будет хорошо, не жарко, и все будет кул, добро пожаловать, спасибо, мы открываемся. Спасибо. Ну, я должен сказать еще пару слов, у нас мероприятие состоит из двух больших частей, это конференция, первая международная, и вторая, это, собственно, выставка, выставка Лики Будды, которая организовала Восточный культурный центр, и у этого центра есть тоже руководитель, тоже такая же прекрасная женщина, они все почему-то прекрасные у нас. Вот, это главный бюджет у нас. Вот, у нас вообще, если человек занимается Востоковедем, если женщина занимается Востоковедем, то она обязательно прекрасна. И у нас, кстати говоря, третье еще мероприятие есть, фотовыставка, где искусствовед Ши Востоковед, ну, чтобы было понятно, что не Востоковедка, мы все-таки феминитьевы не поддерживаем, но здесь Ши отмечено, что речь идет о женщина. Вот, на грани времен, эпох и стилии, женщина в науке между реальным и воображаем. Поэтому у нас в институте Стоковедем мы преодолеваем это восточный деспотизм по отношению женщины и всячески поднимаем женщину. И вечером у нас всегда на первых ролях. Пожалуйста, Лана Меджиевна, вам слово. 7 часов будет выставка, да, вы расскажете там, что вы будете пришли. Именно это тоже очень важная часть нашей Да, у нас 7 часов открытия, добро пожаловать. Это внизу в выставочном зале восточном культурном центре уникальная коллекция господина Геларова. И добро пожаловать 7 часов вас ждем. Спасибо огромное. Так, теперь, наверное, пленарная часть. Вам слово. пожалуйста, займите место модератора. Да, сказал, сказал. Вы, пожалуйста, садитесь сюда. Хорошо. Мы совсем без перерыва, я просто... Как хотите, вы организовываете, как вы скажете. Да, садитесь. перерыв. Уважаемые коллеги, мы можем, у вас хватит сил, чтобы мы сразу поработали. Да? Давайте тогда прослушаем пленарные доклады. Большое спасибо еще раз всем, кто нас поприветствовал и добро пожаловать в оставаться, пить кофе и так далее. Я объявляю наши пленарные доклады и пожалуйста, поприветствуем член-корреспондента РАН Василия Степановича Христофорова, с докладом об объектах культурного наследия Афганистана. Василий Степанович, пожалуйста, где вам удобно? Можно вот прямо здесь? Презентацию включите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, во-первых, хочу поблагодарить организаторов этой интересной конференции за приглашение и предоставленную возможность выступить с докладом, тема которого объекты культурного наследия Афганистана проблема сохранения условиях военных конфликтов 20-21 веку. Более 40 лет в Афганистане идет конфликт и, конечно, проблема сохранения культурного наследия стоит в этой стране очень остро. Афганистан как говорят это страна солнца и гор страна воинов и поэтов история страны это трагические страницы иностранных завоеваний и героического сопротивления афганского народа при этом Афганистан представляет собой настоящее ядро центральноазиатского региона материальное наследие Афганистана представляет собой мощное переплетение древнейших культур центральной Азии и Среднего Востока на сопредельных территориях современного Таджикистана Узбекистана и Афганистана между горной цепью Гендухуш на юге и Ферганской долиной на севере располагалась историческая область Бахтрия на территории современного Афганистана располагалось множество промежуточных центров на древнем шелковом пути находясь на перекрестке человеческой цивилизации его культурное и археологическое наследие в религиозном отношении состоит из зороавстрийских буддийских и исламских артефактов Историческое наследие Второй слайд Историческое наследие в целом так и археологические факты или исторические факты являются конструктором которые по-разному и в разные периоды выстраиваются в интересах общества отдельных социальных групп или государства Эти конструкции тесно связаны с идентичностью и социальной практикой Борьба за историческое наследие нередко выходит далеко за научные рамки и затрагивает межэтнические межконфессиональные межнациональные и межгосударственные отношения Эта борьба чревата серьезными конфликтами против вооруженных В этом случае историческое наследие подвергается смертельной опасности ему грозит полное уничтожение В связи с этим нас интересует вопрос что нам может сказать современная политика талибов в современном Афганистане В американской прессе в оценках экспертов после повторного прихода талибов к власти в Афганистане в августе прошлого года звучит сравнение текущей культурной политики талибов с событиями культурной революции в Китае в ходе которой китайские традиции и многие китайские культурные объекты подвергались нападениям и были разрушены между этими событиями проводятся прямые параллели Еще один вопрос связан с тем что актуальная западная историография изучает различные аспекты сохранения культурных и археологических памятников предлагает выработать новый деколонизированный язык для его писания по мнению некоторых ученых археология должна отказаться от глобальных построений с их универсальной революционной парадигмой и вместо этого создать локальную теорию и служить локальным общинам для афганской ситуации с учетом текущей гуманитарной катастрофе вопрос о том кому принадлежит ценное историческое наследие того или иного региона коренному населению нации или мировому сообществу почти неактуален следующий слайд пожалуйста скажем несколько слов об историографии вопрос довольно активно историография общего плана что деятельность ЮНЕСКО вообще теоретические вопросы связанные с сохранением культурного наследия и социальным конструированием с культурной политикой разрабатывается Шнилерманом однако в привязке к Афганистану тем более современности подобных исследований практически не имеется единственное монографическое исследование обложка на слайде вы видите это книга крупных российских археологов специализирующих на изучение археологических артефактов Афганистана она подробно освещает катастрофу обрушившуюся на археологические памятники и музейные коллекции в этой стране с приходом к власти движения Талибан в 2001 году коллеги из института археологии Иран показывают как крушение государственной инфраструктуры привело к безнаказанному разграблению памятников как местными крестьянами а затем и так называемым полевыми командирами что привело к расценку рынка нелегально вывезенных древностей книга освещает тот огромный вред который нанесла деятельность Талиба в первый период своего правления которые организовали систематическое уничтожение производений искусства хранящихся в музее одним из таких примеров является уничтожение и разграбление национального музея Афганистана следующий слайд пожалуйста национальный музей Афганистана располагается во дворце Дар-Уляль 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 Аман это неоклассический дворец построенный в 1927 году по проекту архитекторов из Германии и Франции с 1969 года во дворце находится национальный музей следует сказать что в период военного конфликта 79-89 когда присутствовали советские войска в Афганистане ни музею ни коллекции музея не был нанесен какой-либо вред даже наоборот некоторые коллекции музея пополнялись после вывода советских войск из Афганистана президент страны в 1989 году закрыл этот музей опасаясь негативных последствий но до 92-го года музей был закрыт но коллекция сохранялась после падения режима на джигулы и начавшегося нового этапа гражданской войны который длился 4 года 92-96 годы здание музея фактически находилось на линии огня и вы видите на слайде его фотографию 96-го года обстрелы пожары обрушение крыши привели к гибели части экспонатов а в результате откровенного грабежа часть экспонатов оказалась на черном рынке в большей степени в соседнем Пакистане в 96-м году как известно к власти в Афганистане пришли талибы некоторое время они демонстрировали заботу об охране культурного наследия были запрещены незаконные археологические раскопки запрещен вывоз из страны предметов представляющие художественную историческую ценность более того на Гранд ЮНЕСКО в 98-м году началась реконструкция здания национального музея но постепенно политика талибов в отношении сохранения культурных ценностей изменилась следующий слайд пожалуйста и мы хорошо все знаем как в 2001-м году по указу лидера талибов Мулы Амара началась борьба с эдалопоклонничеством и талибы взорвали в Умиане две гигантские статуи Будды высеченные в скале еще в 4-м веке нашей эры тогда же в Кабульском музее в массовом порядке были разбиты на куски все скульптуры и рельефы находившиеся на виду все было уничтожено порядка 250 объектов необходимо отметить что после прихода к власти в Афганистане нового афганского правительства Хамиды Корзая велось обсуждение относительно необходимости восстановления статуй Будды однако был сделан вывод что восстановление не является первоочередной задачей пока народу Афганистану требуется срочная гуманитарная помощь следующая пожалуйста преступление талибов по разрушению статуй Будды находится в центре внимания определенной части афганского общества в марте этого года в газете 8 утра ХТСО было опубликовано заявление группы афганских культурных и гражданских активистов часть этого заявления вы видите на слайде где они призывают к тому что должны быть привлечены к ответственности те лица которые совершили это ужасающее преступление следующий слайд пожалуйста еще одной проблемной точкой для Афганистана является Мейсат-Наг древние останки Мейсат-Нага находятся на промежуточной станции древнего шелкового пути над медными рудниками с миллиардными запасами полезных ископаемых в 2007 году был подготовлен проект разработки Айнакского медного меднородного месторождения в Афганистане победитель конкурса это консорциум китайских компаний обязался вложить 3 миллиарда долларов его в разработку но археологи серьезно опасаются что когда начнется разработка этого медного крупнейшего медного месторождения то будет нанесен непоправимый ущерб этому археологическому памятнику следует сказать что в 2002 году Россия предлагала афганскому правительству Корзай начать обсуждение этого проекта но Кабул тогда предпочел с Москвой не разговаривать и следует сказать что позиция Хамида Корзая по отношению к России в период его нахождения у власти существенно отличалась от той позиции которая у него появилась после ухода с поста президента Афганистана после 15 августа прошлого года не только Мейс Айнак но и другие сотни археологических памятников разбросанных по всей территории Афганистана находятся под угрозой при этом очевидно что эта тема также становится ареной глобального противостояния в данном случае противостояния Соединенных Штатов Америки и Китая следующий слайд пожалуйста говоря о политике талибов в области культуры после их второго пришествия к власти мы можем сказать что с одной стороны звучат заявления талибов о сохранении культурного наследия о поддержке деятельности музеев о борьбе с черными археологами принимаются конкретные меры по изъятию черных археологов ценнейших исторических артефактов а с другой стороны действия талибов они не всегда соответствуют их заявлениям с одной стороны талибы провели мероприятие посвященное памяти тюркских поэтов Алишера Наваи и Бабура с другой стороны талибы отказываются от науруза заявляя что это языческий праздник при этом в 2009 году науруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества в музее султана Абдула Розака в Газни талибы создали военную базу сокращение бюджета Министерства сохранения исторических памятников приводит к тому что талибы говорят у них нет денег на техническое обслуживание исторического здания соборной мечети Герата нет денег на реставрацию исторического дома основателя Афганистана Ахмад Шаха Дурани в Кандагаре но в то же время можем сказать что активно работает в городе Герате музей джихада музей посвященный тому как маджахеды Афганистана боролись с советским военным присутствием в Афганистане продолжается в некотором смысле сокрушение идолов например во дворе факультета изящных искусств Кабульского университета находилась статуя ее вначале задрапировали а потом вообще убрали и судьба ее неизвестна ну и конечно террористические акты которые совершаются в Афганистане в том числе они наносят ущерб объектам культурного наследия следующий слайд пожалуйста не нужно быть глубоким специалистом чтобы понимать что на сегодняшний день ситуация с культурным наследием Афганистана понесшим необративные потери и разрушения за последние четыре десятилетия войны можно характеризовать как катастрофическую на протяжении многих лет ООН при помощи таких специализированных организаций как ЮНЕСКО а также неправительственных организаций продолжает бороться за защиту культурных ценностей безусловно что культурное наследие Афганистана это важная часть мирового наследия два объекта культурного наследия внесены в список ЮНЕСКО это Бамиан и Минарет и археологические объекты в Джаме четыре объекта включены в предварительный список следующий слайд пожалуйста Минарет Джам на слайде вы видите его изображение из обожженного кирпича расположен в труднодоступной местности может быть поэтому он и сохранился до нашего времени в афганской провинции гор ущелье окружает непроходимые горные массивы крупные населенные пункты в районе отсутствуют Минарет Джам как гласит надпись на нем был построен в 1194 году курицким султаном Гияз Аддином следующий слайд пожалуйста но полюбоваться красотами Минарета Джам мы можем не выезжая в Афганистан а посетив государственный музей Востока где экспонируется картина афганского художника Юсуф Кагзада которую он написал в 97 году следующий слайд пожалуйста несомненный интерес представляет инкрустации Джамского Минарета серьезных научных исследований памятника пока не проводилось из-за трудной доступности и нестабильной политической обстановки в стране сохранность Минарета по-прежнему угрожают наводнения на одном из предыдущих слайд видели что рядом находятся река вперед обильных дождей подмывается берег и угроза разрушения Франческо Бондарин директор центра культурных наследий ЮНЕСКО описывает Минарет как одно из самых необычных архитектурных сооружений и старейших сохранившихся глинобитных башен в мире однако из-за продолжения войн и пренебрежения афганских правительств культурным наследием это огромное здание Тесамана находится под угрозой разрушения следует сказать что вопросов вокруг этого памятника культуры очень много например рядом при проведении реставрационных работ было обнаружено еврейское кладбище в Афганистане в мусульманской стране еврейское кладбище о чем свидетельствуют надписи на еврейте следующий слайд пожалуйста в 2013 году ЮНЕСКО провозгласило афганский город Газни центром исламской культуры в Азии наивысшего расцвета город Газни достиг во время правления династии Газневидов стал столицей могущественной империи торговым культурным центром региона два минарета один из них на слайде построенный в 12 веке сохранились до наших дней следует сказать что в момент расцвета империя Газневидов включала земли современного Афганистана часть территорий Ирана Туркменистана Узбекистана Таджикистана Пакистана и Индии и не случайно Иран считает ряд памятников находящихся на территории провинции Газни в Афганистане наследием не только афганского народа но и населения всего региона и даже исламского мира и в конце прошлого года посол Ирана посетив посол Ирана в Афганистане посетив провинцию Газни заявил о том что Тегеран позаботится о местных исторических памятниках и будет оказывать помощь в их реконструкции следующий стать пожалуйста какие же меры в настоящее время принимаются по сохранению культурного наследия Афганистана во первых следует сказать о заявлении ЮНЕСКО от 19 августа 2021 года то есть через 4 дня после прихода к власти талибов любая утрата или разрушение культурного наследия будет иметь негативные последствия для перспектив установления прочного мира и оказания гуманитарной помощи народу Афганистана Соединенные Штаты Америки в феврале нынешнего года приняли специальное постановление по запрещению ввоза афганских культурных исторических ценностей цель этого документа и этого решения уменьшение стимула для разграбления культурного наследия Афганистана в борьбе с прибылью от продажи культурных объектов террористами и преступными организациями мотив уменьшения стимула для разграбления культурного наследия следует сказать что активную роль играет Франция французская археологическая делегация в Афганистане экспедиция работала с 1922 по 1982 год и потом прекратила работу и восстановила свою деятельность в 2002 году о роли Ирана я уже говорил по моему мнению России целесообразно более занимать более активную позицию так как именно в сфере культуры науки образования Россия могла бы занять достойное место в современном Афганистане положительным примером может служить те советские археологические экспедиции которые работали в Афганистане например золото Бактрии было обнаружено именно советской археологической экспедиции под руководством сотрудника института археологии Сарианиди следующий слайд пожалуйста и завершая свои выступления необходимо отметить что влияние мирового сообщества по объективным и субъективным причинам на культурную политику талибов ограничено интересы отдельных глобальных игроков не способствуют сохранению культурных памятников когда мы говорим о роли талибов в национальном строительстве то необходимо отметить что пуштунизация шариат кодекс чести пуштунов борьба с идолопоклонженском все это препятствует сохранению культурных ценностей и создает дополнительные противоречия в области этнической языковой идентичности ослабляет основы единства и солидарности афганского многонационального афганского народа на этом я свое выступление заканчиваю спасибо вам за внимание большое спасибо Василий Степанович огромное вам спасибо за животрепещущий и берущий за живой доклад и позвольте представить вам Николай Николаевич Маклая президент Всероссийской ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона с докладом который я думаю он лучше сам назовет чем я добро пожаловать Николай Николаевич уважаемые друзья большая честь для меня представить доклад на столь серьезной конференции огромное спасибо и организаторам за подготовку такого уровня конференции и возможность представить соответственно мой доклад название его сохранение научного историко-культурного наследия идеологического наследия Николай Николаевича Маклая и развития культурных связей двусторонних отношений с Папу Новый Гвиней на примере онлайн-музея Маклая Я начну тогда два слова с того что государственная культурная политика России и ее содержание современной государственной культурной политики России является создание и развитие системы воспитания и просвещения граждан на основе традиционных для России нравственных ценностей гражданской ответственности патриотизма это может быть достигнуто посредством освоения исторического наследия России мировой культуры формирования эстетического восприятия мира ну и понимаемое культурное наследие России является средиточением всего духовного нравственного исторического и культурного опыта накопленного российской цивилизацией всего этого является основным источником развития сохранения единства и самобытности страны ну и переходя к технологиям познания и представления об истории мира и человечества важно обратить И использование новых технологий для сохранения историко-культурного наследия, безусловно, важен. Сегодня в условиях возрастающего информационного потока потребность общества в целевой, выберенной и структурированной информации, поданной в доступной форме, достаточно велика. Музей, столетиями аккумулирующий цивилизационный опыт человечества наряду с университетами и научными институтами, является, безусловно, бесценным источником такой информации. И важно отметить, что музей, в отличие от академических учреждений, более открытый широким кругом общества, ну и, соответственно, является частью открытого образовательного пространства, становится связующим звеном между вузом, школой, учреждением науки и культуры. Как пример, в моем докладе я представлю рассматриваемый и недавно представленный онлайн-музей, онлайн-музей, называется онлайн-музей Николая Николаевича Миклуха Маклая. Открыл он свои двери в онлайн-пространстве в октябре 2021 года. Музей был создан фондом сохранения этнокультурного наследия имени Миклуха Маклая с целью увековечивания памяти выдающегося ученого и путешественника, сохранения его научного и идеологического наследия. Практика показала, что онлайн-музей стал эффективным инструментом за короткий срок сохранения наследия великого ученого и показала роль этого наследия в развитии культурных связей России и Папуновой Гвинеи. Вот анализу, опыту и результатам деятельности этого музея за этот период для сохранения наследия и связи с Папуновой Гвинеи будет представлен в мой доклад. Соответственно, стоит отметить, что в настоящее время лишь немногие молодые люди могут сказать, чем занимался и что сделал для мировой науки Миклуха Маклая, в то время как еще 40 лет назад он был хорошо известен. С путешественниками Миклуха Маклая поколения 20 века знакомилась благодаря книгам, выходили они миллионными тиражами. Свой третий, если можно, не секрет, что современная молодежь предпочитает получать информацию в электронном виде, а именно через интернет-страницы, что делает сам ресурс онлайн-музея подготовленный и структурированный как для специалистов, так и для образовательных целей. Музей, соответственно, имеет свою разностороннюю и многофункциональную. Музей ставит основную задачу, это, конечно, привлечение молодых исследователей к знакомству с наследиями Куха Мака и с целью сохранения преемственности, что очень важно в изучении региона Южных морей и Тихого океана, где проводил свои основные изыскания наше соотечественное. Все мы коллекционеры, собиратели от природы, и во многом это причина интереса к коллекции, которая представлена на онлайн-музее. Представляя историю создания музея, можно в следующий слайд, да? Представляя историю создания онлайн-музея Миклуха Маклая, следует отметить, что основу составляют предметы, собранные мной во время научно-исследовательской экспедиции Миклуха Маклая 21 век, берег Маклая в 2017 году. Безусловно, создание онлайн-музея – результат работы, которая состояла не только в собирательской коллекции. Это и воссоздание экспонатов, их реконструкция, тщательный отбор статей, архивных материалов, оцифровка и представление для глубокого ознакомления как для специалистов, так и широкая аудитория посетителей онлайн-ресурсов. Для создания онлайн-ресурса в России, до создания онлайн-ресурса в России не было и, к сожалению, сейчас нет ни одной профильной площадки государственной музея Миклуха Маклая, объединяющего знания об ученном и его наследие в том формате, который актуален именно для цикличного использования в образовательных целях для широкой аудитории, а также для возможности посмотреть преемственность изучения этого региона, начиная с первой экспедиции Миклуха Маклая. Музей, носящий имя Миклуха Маклая, безусловно, есть. Это в Акуловке, Новгородской области, в том месте, где он был рожден, в Севастополе, где была первая биологическая станция, но они не в полной мере освещают на своих сайтах заявленные темы, которые и для подробного ознакомления с материалом этих музеев необходимы личные посещения. Эти факты дают, безусловно, преимущество онлайн-ресурсу, потому что он более доступен и в любой момент может быть представлен для изучения. Как специалистам, так и соответственно для образовательных целей. Для создания онлайн-музея была проведена тщательная исследовательская работа. Позвольте следующий тогда слайд. О коллекции как раз вот здесь вот, как она представлена. И дальше мы будем по одному листать сейчас. Для создания онлайн-музея была проведена тщательная исследовательская работа. Описание экспонатов проводилось, соответственно, автором с специалистами из кунсткамеры. Кунсткамеры хранятся коллекции, привезенные им в XIX веке. Значит, в значительной части есть уже описание. Поэтому с учеными, которые посещали со мной вместе берег Макай во время экспедиции, а также с специалистами кунсткамеры, мы описывали первую коллекцию. Первые предметы, которые сюда были приведены и потом были представлены. Также для описания привлечены коренные жители. Вот это очень важный момент. Коренные жители берега Макай, северо-востокого острова Нового Винии. В последующем, соответственно, они внесли ряд корректировок, потому что восприятие наше иногда отличается от того, что действительно и для чего эти предметы. Основой стали 50 предметов. Можно сказать, следующий. Материальная культура, собранных в период научно-исследовательских экспедиций. Реалистичность оцифрованных экспонатов создана благодаря грамотным фото- и видеофиксациям. Мы их оцифровывали, и они представлены как в варианте 3D, так и в варианте представлены, возможно, просматривать видео для удобства в онлайн-ресурсе каждого экспоната. И реалистичность создана, как я сказал, уже благодаря подобным технологиям. Ценно то, что формирование коллекции, и вот конкретно вся представленная коллекция в онлайн-музее, было сделано с исследовательскими целями и происходило с исследовательскими целями изначально. Это не случайная подборка предметов, а подборка именно тех вещей, которые, соответственно, дают возможность представить изменения культурной динамики, начиная с первой экспедиции знаменитого путешественника, то есть с 1871 года, когда у него была первая высота на остров Новая Гвиния. Соответственно, с некоторыми экспонатами сравните, которые были и в советское время собраны. Слайд 6 и 7. Открутите, пожалуйста. Мы видим здесь как раз коренного жителей, которые видят предмет. Видим с одной стороны предмет, который представлен в нашем музее, с другой стороны предмет Миклуха Маклая, который собран в XIX веке. Сразу же у нас здесь идет ссылка на этот предмет. Мы можем посмотреть в музее как ссылку самого предмета, так и ссылку непосредственно на то, что представлено в музеях, ну, соответственно, на их ресурсах. Соответственно, по ряду предметов есть подробное описание, и по итогу подготовлена экскурсия с использованием этих материалов. При знакомстве с коллекцией интересно будет рассмотреть историю их появления. Это как раз описано, как они были собраны. Именно собраны, обращаю внимание на это, потому что коллекция состоит из предметов, которые были подарены местными жителями, автору, соответственно, с целью познакомить россиян с их культурой и сохранить ту связь, которую еще в XIX веке установил Миклуха Маклая. То есть посыл при сборе коллекции был именно такой. Мы такой результат и получили, что достаточно важно. Обычное дело для коллекционеров, к сожалению, это приобретение. Иногда бывает приобретение на рынках, иногда бывает в тех же самых местах, когда вводят в заблуждение о том, какое бытование. В данном случае эти предметы являются предметом фактического бытования, и что возможно, доподлинно проверить, соответственно, с описанием наших коренных жителей. Именно коренные жители Папуаса, деревень Бонгу, Гаренду и Гумбу, берега Маклая, с которым в период первой экспедиции состоялась незабываемая встреча, и помогли в сборе описания предметов, так же экспонатами онлайн-музеев. Поэтому фактически это работа вместе с ними. Инициатива родилась в деревне Гаренду. Опять же помогли музейные коллекции, когда мы беседовали с ними во время вечерней встречи за костром. И я представил коллекции, которые были уже собраны Миклухом Маклаем до этого, в XIX веке в наших музеях в виде фотографий. Они, конечно, были удивлены тому, насколько в России много знают и хранят историю берега Маклая. Это как бы подстегнуло их к тому, чтобы действительно помочь в сборе новых коллекций. И, соответственно, мы собирали совместно с ними, исходя из тех предметов, которые были. Поэтому получилась очень интересная работа совместно с нашими друзьями-папуасами берега Маклая. 6-7-8 слайд мы уже показали и переходим к следующему. В ходе второй экспедиции важный, кстати, момент, поскольку мы сделали уточнение. В 2019 году, через два года, уже мы приехали с описанными предметами, выявили ряд неточностей, которые были приведены. Эти неточности были устранены. И поэтому в настоящий момент то, что представлено в онлайн-музее, это выверенная информация, является точным источником знаний для того, чтобы можно было на него опираться. Описание является собой уникальную ситуацию, нахождение абсолютно верного источника знаний в каждом экспонате. В процессе сбора коллекции было уделено внимание необходимым условиям последующего официального экспонирования. Зафиксирована история получения предметов. Это факт передачи в качестве подарка по инициативе коренных жителей, которые они проявляют как приход и видеофиксация. И, соответственно, этот подход, возможно, снимает вопрос по поводу возможности экспонирования этих предметов по миру в связи с тем, что фактически коллекция, которая собрана сейчас, она собрана совместно с коренными жителями, совместно с ними описана и может быть представлена для того, чтобы ознакомились с их культурой. Претензии к тому, что эти предметы были непонятны, где найдены, взяты, куплены или каким-то другим образом добыты, уже не может быть. Значит, музейный, вот следующее, он говорит о том, как структурирован онлайн-музей, я, поскольку тут мелко прочту, все значимые открытия ученого, история семьи, 150 точек пребывания в период путешествия ученого. Обращу внимание, что, говорим часто, что Миклух Макай ученый-путешественник, вот фактически мы здесь на основе его собрания сочинений, которое было подготовлено еще в советский период, потом переиздано, дополнено. Мы представили эти 150 точек на карте, в каждой точке представили ссылку на тот источник, где это представлено. Тем самым очень удобно работать, например, как специалистам, так и просто для образовательной цели, потому что сразу же одновременно оттуда мы переходим на собрание сочинений и точную информацию, где это можно взять. То есть в самом музее точно так же представлена онлайн-библиотека для того, чтобы можно было посмотреть эту всю информацию. Коллекция экспонатов материальной культуры представлена, макет в миниатюре берега Маклая, экспедиционный костюм Миклуха Маклая, фильмы, книги, статьи об экспедициях по следам Миклуха Маклая. Вот здесь важный момент, что мы стараемся не просто чтить память Миклуха Маклая, а, как заявлен в музее, это сохранять и привлекать к исследованию региона, сохранять эти традиции и, соответственно, показывать, что на сегодняшний день происходит работа, которая помогает, соответственно, сохранять то наследие. Фотографии, рисунки ученые. Значит, готовилось это все совместно с специалистами Центра изучения Южно-Отехианского региона, Центра Юго-Восточной Азии, Австралия, Океане, Институты Востоковедния и Центра Азиатских и Тихианских исследований, Институты науки и антропологии, привлечение молодых ученых, экспертов фонда имени Миклуха Маклая. Ну и, соответственно, информационное наполнение подготовлено таким образом, чтобы можно было легко и интересно ознакомиться с этим. Для специалистов, соответственно, сразу же будут даны там ссылки, где можно уже более серьезной литературе ознакомиться, поскольку онлайн-музей представляет еще онлайн-библиотеку. Слайд 10. Покажите, пожалуйста, следующий. Еще следующий получается, да? Переходим к... Так, да. Включает экскурсионную программу, цикл лекций, общепознавательный материал. И важный момент, мы здесь подготовили полностью осуществленный перевод на английский язык, и, разумеется, это расширяет аудиторию онлайн-ресурса. Отдельно раздел посвящен экспедиционному костюму Николая Николаевича Миклуха Маклая. Это реконструкция экспедиционного костюма Николаевича Миклуха Маклая профессора кафедры истории и теории искусства, доктора исторических наук, доцента, член Санкт-Петербургского союза ученых. По заказу фонда имени Николаевича в 2019 году. Это, кстати, стало частью как раз коллекции. Для наиболее детальной реконструкции был приведен анализ материалов, которые использовались для его создания полтора века назад. При проведении работ за основу были взяты все сохранившиеся фотографии исследователей, портрет Николаевича Миклуха Маклая и кисти художника Корзухина 1882 года. В целом имеющиеся в распоряжении источники позволили специалистам максимально достоверно, с большей точностью реконструировать облик выдающегося исследователя, каким его увидели наши друзья по классу в 1871 году на новой глине. Следующий слайд, пожалуйста. Жемчужиной, я считаю, коллекции представлены в отдельном разделе. Является макет берега Маклая, который возможно осматривать как по сюжетам, так и в 3D-варианте, так и в видеоварианте. Уникальный экспонат. Этот отдельно создан под моим руководством совместно с коллегами из художественной студии, основан полностью на рисунках и дневниках Миклуха Маклая. Эту работу проводили специалисты художественной студии по заказу фонда имени Миклуха Маклая. И представляет местность на северо-востоке острова Нового Гвинея, где высадился и проживал ученый. Выполнен он в художественно-реалистичном пейзажном манере и располагается на подиуме. Размер макета метр на метр. И является собой уменьшенной копией ровно в 20 раз. То есть фактически, поскольку это 3D-модель, мы каждый оцифрованный вот этот экспонат можем увеличить до абсолютно нормального уровня и представить этот макет в реалии. С каждой стороны макет является собой сценой из дневников Миклуха Маклая. Лица, фигуры, предметы, сделанные на основе 3D-моделирования и точно повторяют рисунки ученого, на которых основывались создатели. Макет представляет пять основных сюжетов из дневников ученого и позволяет провести экскурсию. В онлайн-музее впервые представлен раздел экспедиции 19 века, материалы, иллюстирующие все описанные путешествия ученого. Можно следующий слайд, слайд 14. Это вот у нас сюжеты по макету представленные. Немножечко мы показали здесь, как это выглядит. С разной стороны, если мы подходим к макету, мы видим разные сюжеты и, соответственно, проводим экскурсию. А вот следующий слайд как раз говорит о... Мы описываем все следующие предпочтения, да? О той карте, которую я два слова ранее упомянул. Но более подробнее все описанные точки пребывания представлены на Яндекс-карте. Это очень удобно. С кратким описанием деятельности исследователя в данном пункте. Даны ссылки на материалы собрания сочинений Миклуха Маклая, представленных в библиотеке. Это позволяет в онлайн-режиме знакомиться с книгами наиболее полного на сегодняшний день собрания сочинений ученого, представленного в электронном виде. Собрание сочинений тоже в 2020 году было оцифровано, дополнено. Под грифом Института Востоковедия, Института технологии и антропологии, выпущено в свет. Поэтому очень удобно, что оно в современной форме подано. Положительным моментом следует отнести заранее обозначенные перспективные направления в работе музея, связанные в первую очередь с ознакомлением современного поколения молодежи с достижением России в области освоения региона Южных морей. Как в историческом прошлом, так и в наши дни. Слайд 17-18. Это же собрание сочинений. Следующий слайд, пожалуйста. Четко структурированный материал для образовательного процесса может быть предложен для разновозрастной категории учащихся и рассмотрение тем, связанных с путешествием, этапом географических открытий, изучением материков, океанов. Здесь стоит обратить внимание на то, что навигация позволяет сориентироваться как использовать ресурс как учителю, так и специалистам. Задача ресурса – быть в регулярном контакте с пользователем, пополнять информацию, исходя из потребностей аудитории. На основе ресурса возможна организация самостоятельной работы учащихся, а также выполнение домашнего задания. Согласно экспертному заключению, мы провели экспертное заключение в Санкт-Петербурге. Согласно экспертному заключению, Санкт-Петербургская академия после диплома педагогического образования, проводившего исследование нового онлайн-ресурса, уже в настоящее время материалы могут быть рекомендованы для использования учителем географии, истории, естествознания, для работы с ним на уроке и во внеурочной деятельности. Слайд 20. Покажите, пожалуйста, следующий. Это вот у нас рисунки различные. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд – это вот то, что мы до этого показывали. Фильмы представлены у нас, отобранные документальные, которые тоже подгаданы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это как раз у нас слайд, который говорит, к сожалению, из-за того, что не крупно, не все видно. Следующий, пожалуйста, слайд, давайте мы переключим, и два слова скажем об открытии. Обязан сказать, что онлайн-музей уже, как уже упоминалось выше, имеет версию на английском языке, что дает возможность пользоваться пользователям из других стран, знакомиться с вкладом России в исследовании мира океане через путешествиями к Лухмакая и экспедиции по его следам. Особенно актуален контент в странах Южно-Тихоокеанского региона, конечно, по полному в Гвине. Вот мы 12 октября сделали торжественное открытие. Это было организовано с презентацией онлайн-музея в рамках фестиваля «Берег Макая». Это мы делали на площадке исторического парка «Россия. Моя история» в Санкт-Петербурге, как раз вот цифровой музей. Посетители познакомились с достижениями России в области освоения региона Южных морей и как в XIX веке, так и на современном этапе. Был представлен онлайн-музей на специальных экранах в мультимедийном формате. И, соответственно, о ценности проделанной работы, которая ведет к укреплению отношений между Российской Федерацией и Папуловым в Гвине, через культурные проекты отметил в своем выступлении посол. У нас выступали и были приглашены к участию почетные гости из многих стран. Вот посол Российской Федерации отметил важность директора Института Востоковедения, Олег Петрович, обратил внимание на то, что открытие музея имеет важный шаг в пути, укрепление отношений между нашими странами и для полноценного развития не только научных программ, но и просветительских культурных связей. Для нас важно, что премьер-министр Папулового в Гвине Джеймс Марапа, ознакомившись подробно с онлайн-музеем до этого, соответственно, высказал следующие слова, обязан несколько небольшого цитата сказать ныне. Значит, секундочку буквально, Джеймс Марапа в своем онлайн-выступлении отметил, что в 1870-80-х годах на северо-восточном побережье Новой Гвинеи, ныне провинция Мадан, побережье Маклая, побережье Рай, оно называется на картах, ну, люди называют берегом Маклая, состоялись экспедиции выдающегося российского ученого, это слова Джеймса Марапа, и путешественника Николая 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 Маклая, которые стали важной вехой в истории дружественных отношений между народами России и Папу Новой Гвинеи. Маклая ставил добрую память России и в сердцах жителей Папу Новой Гвинеи первым боролся за их независимость. Для нас это по праву входит, для нас клон по праву входит в плеяду самых известных исторических личностей Папу Новой Гвинеи. Жизненные принципы Миклуха Маклая сочетаются с девизом нашего государства. Друзья всем, враги никому. Папу Новой Гвинеи открыта для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира, и, конечно, с Россией. Мне приятно осознавать, что берег Маклая, рай-кост, северо-восток острова Нового Гвинеи, сейчас представляется в России. Во многом тому, чтобы коллекция уникальных предметов была доступна в Российской Федерации, способствовал основатель Майкл Самара, основатель, который выступал за сотрудничество и поддерживал, соответственно, Маклая Младшего. Пользуясь торжественным моментом, я адресую Миклуху Маклаю письмо с благодарностью за вклад в дружбу народов между Россией и Папу Новой Гвинеи, популяризацию традиций и культуры Папу Новой Гвинеи. Для максимального привлечения можно следующий слайд. Это, кстати, Майкл Самара. Вот и фотография, где я демонстрирую... Он в том году уже умер. Фотография, где я демонстрирую как раз экспонаты музея из концкамеры, после чего он оказал содействие, вывести и транспортировать экспонаты. Это очень серьезная трудность, мы смогли это сделать. Вот, и один из наших друзей на берегу Маклая фотография. Итак, значит, следующий, пожалуйста, слайд. Для максимального вовлечения, потому что одно дело это все дело собрать, важно еще и привлечь для участия, для максимального привлечения посетителей организовано информационное освещение онлайн-ресурса, использовались методы адресной рассылки по регионам Российской Федерации и представительствам за рубежом. Был организован также цикл лекций, позволил собрать постоянную аудиторию для последующего цикличного использования ресурса и научных образовательных целей, способствующих всестороннему сотрудничеству, в первую очередь в культурном направлении. В первую очередь, безусловно, это относится к государству Папу-Наугвинеи и Российской Федерации. За первые четыре месяца, следующий слайд, пожалуйста, покажите. За первые четыре месяца, начиная с... Здесь показана география того, как мы распределили. У нас 48 регионов начали активным образом после определенной информации давать информацию об онлайн-музее через образовательные научные центры. Соответственно, вот здесь она представлена. Но сам музей в первое время, за первые четыре месяца посетило 6906 человек. То есть, это неплохой результат за первое время. Следующий слайд, пожалуйста, покажите. Это вот статьи, где у нас были опубликованы информации для того, чтобы потом посещали онлайн-ресурсы. Следующий, пожалуйста. Обратите внимание на центральную фотографию. Это в газете National. Особенно ценен для создателей отклик в прессе Пафу-Новой Гвинеи. В стране происхождения музейной коллекции. В центре центральной газеты National 4 февраля 2022 года, то есть это три месяца назад, издание разместило на обложке фотографию, представленную в онлайн-музее Макета берега Маклая, наглядно рассказывающую о первом контакте российского путешественника с коренными жителями острова. В прессе ПНГ было отмечено, что музей воистину является собой пример того, как благодаря российским исследователям коренные жители знакомятся с историей и культурой своей страны. Онлайн-музей Маклая – это площадка, которая интегрирует информацию о личности выдающегося исследователя, его достижений, а также о родине, ее историческом прошлом, дает конкретные знания в области освоения России, региона Южных Марий в XIX веке и представляет современную исследовательскую деятельность, показывая связь поколений. Я надеюсь, что проблема отсутствия системной, комплексной подготовленной информации для ознакомления с наследием Маклая в удобной современной форме для учащихся и представления вклада отечественных ученых в исследования Новой Гвинеи во многом будет решена благодаря онлайн-музею. И онлайн-ресурс, безусловно, это долгосрочный проект, представляющий последующую трансформацию с обязательным обновлением и расширением содержания с учетом новейших технических возможностей. Английская версия ресурса позволяет сделать доступным отечественные исследования для широкой англоязычной аудитории и развивать двусторонние отношения с независимым государством Папула и Новогвинеи, как страны, экспонаты, которые представлены на интернет-ресурсе музея. Кстати говоря, благодаря англоязычной версии 48 стран у нас первые 4 месяца посетили онлайн-музеи. То есть Соединенные Штаты были самыми первыми, кто смотрел на наш вклад в развитие и в изучение южнотихианского региона, что очень приятно. Онлайн-музею удалось действительно добиться быстрого результата. В поиске и при запросе пользователей музеями глухомаклая в интернете мы попадаем на данный ресурс. Может, тогда следующий слайд, использованная литература, которая использовалась. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Николай Николаевич. Мы вынуждены чуть-чуть ускориться за счет, к сожалению, последовательного перевода, но я хочу сказать, что это гордость нашего института. И спасибо Николаю Николаевичу, который ухитряется и физически, и виртуально поддерживать великое дело великого предка. Спасибо вам еще раз, Николай Николаевич. Большое спасибо. И мы переходим к нашему последнему пленарному докладу. Я с гордостью представляю вам Илью Владимировича Зайцева, как говорится, наш собственный, как раз великолепный пример и научного сотрудника Института Востоковедения, и заместитель генерального директора Музея Востока Илья Владимирович расскажет о коллекционировании исламского искусства и более подробно сам сформулирует свою тему. Добро пожаловать, Илья Владимирович. Спасибо большое, Динара Викторовна. Я имел некоторое время тому назад возможность рассказать о коллекционировании исламского искусства и о создании целой серии восточных музеев на нашей ежегодной конференции музейной. И то, о чем я хочу рассказать сегодня, это в какой-то степени предыстория этого коллекционирования. Об этом можно долго говорить, поскольку в действительности она еще не написана. Между тем, это важно как минимум по двум причинам. Можно следующий слайд? По двум причинам. Как мне кажется, эта тема формулирует два очень важных вопроса. Движение идей и движение вещей. Ну, собственно говоря, почему люди собирали исламское искусство, начиная с конца 18 века, в 19-е, в начале 20-го. И очень важный вопрос, который с этим тесно связан, это сложение коллекций исторических. Источники их пополнения, судьбы вещей, откуда брали и куда все это делать. Потому что очень многие вещи попали потом, прежде всего, в государственные коллекции или ушли за рубеж. И провинанс, это, как вы прекрасно знаете, одна из очень важных тем в музейной работе. Обратимся к истокам. В Петровские времена, да и Екатерининские, мы едва ли с вами найдем какие-то явные примеры интереса к художественным произведениям, созданным мусульманами. Само понятие об искусстве и исламу еще не было сформулировано. Европейская эстетика, это произошло только в 19-м веке, и то не в начале. И эпоха просвещения, она была в большей степени уличена Китая. Львиная доля восточных предметов, восточных памятников, которые представлены в собраниях России в 18-м веке, это памятники китайские, ну или в целом дальневосточные. Стоит сказать, что причиной увлечения русской аристократии китайскими предметами была, конечно, европейская мода на Китай. Под влиянием китайских кабинетов европейских резиденций китайские предметы начинают использоваться в убранстве сначала царских дворцов, потом усадеб русских вельмуж. Но уже в Екатерининское время создаются в Зимнем дворце, еще том, в первом зимнем дворце, деревянные антресоли, где в помещениях начинают экспонироваться, размещаться произведения искусства стран Востока. И таким образом появляются первые экспозиции восточного искусства. В Екатерининское время произошло и еще одно важное обстоятельство, которое приблизило Россию к миру ислама. Это военные столкновения с исламскими государствами, основания Османской империи и Ираном. Это породило интерес и моду к восточному оружию. И такие собрания восточного оружия в России начинают появляться. Соответственно, почти сразу же этот интерес не привел к сложению коллекции, которые были посвящены исключительно исламскому искусству. Коллекционеры были погашены, скажем так, всеобщим интересом к искусству в целом. И чаще всего этот исламский Восток, наиболее искусством Японии и Китая, находился в тени античного искусства, искусства европейского, и занимал в коллекциях более чем скромное место. Но все поменялось в эпоху романтизма. Можно следующий слайд. Вот если мы обратимся к первому вопросу, собственно, об идеологических основаниях этого собирательства, это очень важный вопрос, почему люди собирали, чем они руководствовались. То вот мне кажется, что это очень грубая схема, которая, как мне кажется, что-то все-таки может объяснить. Вот это движение идеи просвещения к романтизму, потом к позитивизму, реализму, как его воплощению к искусству, к эпоху историзма, и, наконец, к художественным исканиям начала XX века, к декадансу, и к такой постпозитивистской реинкарнации романтизма с всплеском к исламу, к новому всплеску, к искусству ислама. Вот если мы посмотрим с вами практическое наполнение этих движений идей, то мы с вами увидим, что это движение от увлечения Китая к увлечению потом искусству ислама, снова от ислама к разочарованию в этом искусстве. Ну, вспомним с вами идеи Ринана, которая вообще отказывала исламу в наличии хоть какой-то культуры и искусства, ну и возврат к исламу в искусстве начала XX века. Огромное количество подтверждений, я не буду сейчас проводить цитаты, это, в общем, достаточно бессмысленно. Почему романтики не любят Китай? Дело все в том, что вот рассудочная китайская культура, рассудочная в кавычках, да, им так казалось, столь близкая идея им просвещения, она им была, в общем, чужда, они упорно стремились приобщиться к такой рациональной мудрости Востока, в любых ее проявлениях, и богатейшие возможности для этого, конечно, давала знакомство с жизнью и культурой ближневосточных народов. То есть, ну, вот отказ от повседневности, вот иллюзии веры в перспективы царства разума, чем так был увлечен XVIII век. Вот для романтиков восточная тематика, она облегчала обращение к иным эстетическим нормам, не европейским, нежели те, которые фигурили в эпоху просвещения, и поэтому вот такая классистическая красота, гармоничная соразмерность, спокойная равновесие, все это уступило месту, вернее, стремлению к выразительности, драматичности, которая предполагала, что и прекрасные, и безобразные соседствуют, переплетаются между собой. Ну, и вот поэтому Китай и его искусство уже мыслилось несколько, скажем так, уродливым, и ислам и Индия стали гораздо более актуальны в эстетических представлениях романтиков. Можно следующий слайд. Вот всегда очень интересно посмотреть на конкретных памятниках, как же это воплощается, эти движения и идей в конкретных произведениях искусства или, скажем, в архитектурных ансамблях. Вот если мы с вами посмотрим на такой очень любопытный памятник, который на самом деле не только является памятником восточного искусства на значительной степени памятником искусства русского, как бы Чесарайский дворец, если мы посмотрим на историю его реконструкции, реставрации и перестройки, то увидим, что вот этот вот водораздел, он лежит как раз примерно на 2024 году. Вот деятельность Колодина Ивана, архитектора, который пытался переделать его в абсолютно европейском вкусе, и более того, огромное количество памятников там и переделал. В 2024 году наталкивается на резкое неприятие общественности и двора, против него заводится дело, и вот Эльсону, архитектору, который переделывал за ним все, что Колодин уже 4 года успел там натворить, пришлось менять внешние облики строения, вот по статистическому, к такому ориентальному, который соответствовал, как сказано в документах, больше соответствовал азиатскому вкусу. Ну вот более того, не только начинает пытаться воссоздать внешний облик здания, но и пытаться строить новый, вот известный фонтан, который по всей видимости его принадлежит его проекту, 28-го года, он как раз явное тому подтверждение. Можно следующий слайд? Вот начинают создаваться такие видимые атрибуты царской власти в виде каллиграфических композиций, и, кстати сказать, правая тугра, она как раз на этом фонтане и была размещена, да, значит, вот в виде османских, традиционных османских атрибутов власти, печатей, гербов или подписей падиша. Следующий слайд. Очень хороший пример – это бытование, сначала появление, а потом бытование мавританского стиля. Вот я привел несколько примеров, можно на самом деле их достаточно быстро пролистнуть. Следующий, ну это, значит, тоже хрестоматийные памятники, вранцузский дворец Фалутки. Мы все видим, что это все одно и то же время. Пример следующий. Замечательный пример – это турецкая баня, которая предполагалась постройкой в 1791 году, как память о Яском, еще мирном договоре, но Кваренги ее не построил, да, потому что, несмотря на то, что был заказ, вот это довольно любопытно. Проект не был осуществлен, несмотря на то, что Кваренги был очень хорошо знаком он с зодчеством османским и в Крыму бывал, есть прекрасный его ликварель Бочесарайского дворца. Вот, но только Николай уже с другими совершенно эстетическими позывами попытался воссоздать идею бабушки и баню Сергея построил. Сначала был проект Росси, осуществить его довелось Ипполиту Манегетти уже в 50-м году, когда уже произошел другой слом. Можно следующий слайд. Вот этот интересный период от середины 20-х до примерно начала 40-х, он как раз и характеризуется таким усилием, интересом к искусству ислама. Вот я наугад взял годовой выпуск художественной газеты, которую Нестор Кукольник издавал в Санкт-Петербурге. Это лишь немногие публикации за один год, которые посвящены памятникам исламского искусства. Так как они, в основном они, конечно, переводные все. Понятно, что здесь не следует искать в них какой-то излишней оригинальности, но тем не менее это очень любопытно, как вот такой вот всплеск, как свидетельство всплеска этого интереса. И понятно, что начинаются поиски исламского наследия в собственной стране. Опять же, Крым и Бахчисарай, а потом и Кавказ стал замечательным местом для этого. Уже с конца 18 века Крым начинает входить в так называемые маршруты гран-тура. Вспомним и нашего знаменитого классика, да не ни одного, их на самом деле гораздо больше, которые вдохновлялись идеями этой русской альгамбры. Можно следующий слайд. Интересно, что уже в 40-е годы и в начале 50-х происходит другой перелом, от такого романтического восхищения и попыток понять до позитивистского отрицания и, наоборот, полного неприятия искусства ислама. И мы это очень хорошо увидим сначала на примере, ну, допустим, французских путешественников. Тоже примеры можно приводить, не знаю, допустим, путешествия тех же самых до ЗА, обработанные Дюма, до Теофиля Гатье, или, например, идей Де Лакруа, когда он пытался анализировать восточную миниатюру исламскую и персидскую, ничего в нем не находя. Вот эта попытка понять сначала, потом сменяется абсолютным неприятием и нежеланием даже этого делать. Не буду приводить цитаты, просто за недостатком времени. И вот все это приводит к тому, что в 60-е, 70-е годы начинают появляться первые собрания исламского искусства, людей, которые, видимо, все-таки были вдохновлены еще романтическими представлениями его об искусстве исламского Востока. И любопытно, вот мы с вами видим первое издание, которое было посвящено, так и называлось, «Искусство средней» сборник среднеазиатской орнаментации, который был выполнен Симаковым. Он вместе с Каразиным, знаменитым баталистом, славу которого потом Верещагин затмел, он посетил несколько среднеазиатских городов, и вот любопытно его отношение. Он выпустил, он там долго ездил довольно по маршруту, очень интересному. Зарисовывал памятники, которые потом стали хрестоматийными. Впервые для русской публики, на самом деле, до этого никто этого не делал. Но вот его взгляд на это искусство, он был, я бы сказал, абсолютно... Сейчас бы, наверное, его можно было обвинить даже в неком расизме. Если вы почитаете эту цитату, то ничего другого, наверное, на уму не придет. То есть какая-то попытка была приписать все это, в общем, он пишет о сартах, об арийской расе, и совершенно не затрагивает вообще вопросы, связанные с религией как таковой. Для него там существуют только арийцы, и, соответственно, монголоиды, для него существуют только оседлые и кочевники. Вот именно в этой дихотомии он и мыслит себе развитие искусства Средней Азии. Можно следующий слайд. Теперь, вот когда, ну, немножко понятно, что времени-то нету, когда мы немножко поговорили о этих идеологических, если хотите, основаниях, можно перейти к конкретным коллекциям и посмотреть, как же это коллекционирование осуществлялось на практике. Очень важную роль в этом процессе довелось сыграть музеям, которые создавались на базе образовательных, как мы сейчас сказали, образовательных организаций. На самом деле они сыграли колоссальную роль, прежде всего, художественно-промышленный музей Барона Штиглица, который был открыт в 76-м году, и художественно-промышленный музей был открыт в 96-м, на самом деле коллекции собирались значительно раньше, значит, это просто вот уже создание самого экспозиционного пространства относится к этому времени, и это вполне в духе идеи историзма, когда там вся художественная история человечества была представлена, там, разумеется, нашлось место и ислам. Для Штиглица интересно, важно было покупать вещи в основном за рубежом, это тоже важная закономерность, о которой мне стоит тоже, наверное, сказать. Столицы, я имею в виду Петербург и Москву, и в значительной степени, кстати, и Киев, если мы берем собрание Ханенко, в основном покупают и собирают классику, они практически не занимаются местным исламским искусством, они не интересуются тем, что происходит в Поволжье, очень плохо интересуются тем, что происходит на Кавказе и в Крыму, и вот это все отдано на откуп местным энтузиастам и местным ученым обществом, таких как Таврическая ученая архивная комиссия, например, или Кавказский музей в Тифлисе, или, допустим, общество этнологии и этнографии при Казанском университете, сейчас мы об этом немножко поговорим. Следующий слайд. В Москве таким сосредоточием вот этого исторического отношения к искусству ислама стал музей Строгановского училища технического рисования, который был открыт, но он был раньше, чем в Петербурге, открыт, и где тоже нашлось место в экспозиции, в указателях, которые были изданы в искусство ислама. Следующий слайд, покажу несколько примеров. Вот эта вот экспозиция музея, вы видите, он учебный был, он был создан для того, чтобы люди учились рисовать, это прежде всего натурная зарисовка, ради этого все было устроено. Если вы обратите внимание на правую часть вот этого, левую фотографию, то увидите там довольно четливо ряд персидских вещей, значит, 18-го, видимо, более раннего времени. Из них, кстати, часть сохранилась, этот павлин замечательный, он там до сих пор в экспозиции есть, несмотря на то, что коллекция потом была разрознена. Значит, следующий. Вот я уже обратил ваше внимание на то, на источники пополнения. Это очень важно, да, значит, вот где все-таки, где они все это брали. И надо сказать, что вот местного рынка, ну, не то чтобы не было, но он был очень скромный, нам очень мало известно о антикварах и торговцах, дилерах, которые занимались перекупкой именно восточных вещей. Ну, я привел два примера, их на самом деле несколько больше, но они такие, вот это, может быть, два наиболее ярких примера. Вот был такой, значит, Яков Новикуб, конечно, Макай, то есть крымский Татарин, который занимался в Москве торговлей вот этими восточными тканями, как там сказано, Бахлушин. И, кстати сказать, у него довольно много предметов купил Щукин, о котором мы сейчас тоже немножко поговорим. Замечательный Михаил Михайлович Савостин, он упоминает еще одного антиквара, старообрядца, который даже занимался перекупкой и продажей вещей вот персидского шаха Насраддина, да, продавал и покупал вещи у него. Следующий слайд. Но, повторяю, все-таки, наверное, основным источником была покупка, прежде всего, в Западной Европе. Но были и исключения. Вот коллекция Черковского, которая потом перекупил Штиглиц, 767 предметов, это была, наверное, самая крупная коллекция персидского искусства, частная, которая существовала у нас до 1917 года. Я не буду на ней подробно останавливаться. Относительно недавно у Дарьи Олеговна Васильева про нее написала прекрасную статью, где воссоздала, во-первых, сам контекст того, как он это покупал, и как потом это попало в музей Штиглица, а затем и в Эрмитаж. Следующий. Ну, просто чтобы дать вам некое представление о том, как выглядели экспонаты из его собрания. Следующий. Ну, нельзя пройти, конечно, мимо замечательного Петра Ивановича Щукина. Вот, обратите внимание, я специально здесь подчеркнул, когда он начал это собирать. Считается, что это все-таки конец 19-го, на самом деле. Вот, 1982 год. Савостин, который был с ним хорошо знаком, прямо говорит, что в Москве до Щукина никто этим не занимался. Вот, это цитата. Первое понятие о восточных материях, но имеется в виду материи непосредственно материи, да, тканей, то есть и рукописи, и вообще восточном искусстве он также преподал мне, до него в России этим отделом никто не интересовался. Его персидские вещи, они были в 2007 году опубликованы, доставлялись до этого в Мюрхене, сейчас, как вы знаете, собрание разрознено между несколькими музеями, ну, включая и наш, но есть и часть в историческом музее. Дальше. Что? Большое количество исторических. Да, да, я говорю, ну, часть, часть у нас, часть у них. Значит, очень важную роль сыграл Кавказский музей тоже, обратите внимание, это Строгановский, 64-й, это 67-й год, стараниями Рады, вот краски очередь истории развития Кавказского музея. Интересно, что там была предпринята одна из первых попыток. Устройство интерьеров музея в стиле того искусства, которое там экспонировалось. Вот два зала специально, 6-й и 3-й, им сейчас память не изменяет, они были оформлены, один, соответственно, в каджарском стиле, другой был оформлен, как они написали, в арабском, несмотря на то, что там не только предметы. Дальше можно пролиснуть, это план музея. Ну вот, это из каталога, замечательные вещи иранские, можно следующий. Два еще человека на Кавказе, замечательных, которых тоже стоило было отметить. Это Дмитрий Иванович Ермаков, ну здесь про него все написано. Вот, коллекция его тоже оказалась разрозненной, практически бесследно канула, хотя вещи там были потрясающие, и они нам, к сожалению, известны не так много. Любопытно, что и Ермаков, и следующий персонаж, можно следующий слайд, оба были фотографами. Вот, Райнашвили, значит, он создал даже такой передвижной Кавказский музей, который, как вы видите, передвигался вот таким вот образом, и он объездил довольно значительную часть европейской полосы. Вот, он основатель грузинской фотографии, считается. Значит, ну вот именно он обратил внимание ученых вообще в действительности к искусству кубачи и к торептике дагестанской, да, потому что он довольно долгое время прожил в Тимирханшуре, и в кубачах тоже довольно долго жил, и поэтому собрал колоссальную коллекцию, что важно, да, можно следующий, следующий слайд. Вот он издал краткий каталог этого передвижного Кавказского музея, где объяснял те причины, которые побудили его собирать исландовское искусство. Ну, он на самом деле не всегда употребляет это слово, вот, но чем для нас это важно, да, вот, ну, это вызвано в Саратове в 87-м году, редкая книжка, но важно, что собрание его стало источником очень многих покупок Щукина, потому что Щукин знал его прекрасно, и вот тут Ровинов был таким, Ровинов был прекрасным примером собирателей и торговцев одновременно, потому что этот передвижной Кавказский музей был коммерческим предприятием, значит, вот нужно было не только, можно было не только его посетить, но и купить что-то из экспозиции, то есть это был такой бизнес-проект. Насколько был удачный, сказать не могу дальше. Ну и важным, конечно, был центром исламской культуры, был Крым. Бесконечно можно об этом говорить, очень кратко скажу о товарищеской ученой архивной комиссии, тех коллекциях, которые формируются вокруг нее. Разумеется, Большесарайский дворец, первые попытки создания там музея, формирования коллекции, они относятся еще к 90-м годам 19-го века, когда смотритель дворца и полицмейстер местный Иваненко, он, значит, несколько проектов отправляет в Петербург, Милютину в частности, для того, чтобы, значит, попытаться там создать экспозицию. Она была создана, ну а, конечно, основание музея, связанная уже с Усейном Абдурифеевичем Баданинским, который в 17-м году этот музей создает после февральской революции. И важно, опять же, что мы считаем, что эта коллекция, она не тронута, действительно, естественно, не так. Он сильно пострадал, сильно пострадал и во время оккупации, сильно пострадал в 50-е годы, когда значительная часть была увезена, ну, в частности, в тот же самый Эрмитаж, и в 50-е годы часть там висей была разрознена, сейчас находится в музее Украины нынешней, там, типа Каховки, например, да. Вот, интересная коллекция сложилась у Юсупова в имении Аскерин, в Казах тоже здесь, в принципе, все написано, 312 предметов, музей был упразднен, вся коллекция потом разошлась по, ну, или пропала, или разошлась по другим музеям, в частности, в Бахчисарае кое-что попало. Следующий, вот этот замечательный человек был Александр Львович Бурте де Лагард, очень известный археолог, менее известен он как коллекционер исламского искусства, но ему принадлежала, видимо, одна из самых лучших коллекций крымско-татарской старины до революции. Она, к сожалению, утрачена полностью, он умер в 20-м, а в 19-м был озабочен продажей этой коллекции, и куда она попала, мы, к сожалению, не знаем, знаем только лишь о упоминаниях о конкретных вещах, о его переписке с Веселовским. А вещи там были просто потрясающие, там была целая коллекция оружия, например, или крымско-татарских эмалей, которые сейчас неизвестно где, есть предположение, что в британском музее, но они не опубликованы. Часть коллекции попала туда, но крымско-татарских вещей там нет. Следующий слайд. И прежде чем я остановлюсь, наверное, на Дмитрия Геннадьевича Бурылина, еще стоит сказать о Казани, безусловно, где, как я уже упомянул, действовало общество истории археологии и этнографии, но были и частные коллекционеры, и следует, наверное, назвать двух. Безусловно, Николай Федорович Катанов, но он больше буддийской искусств собирал, а вот исламом там занимались два человека. Николай Федорович Высоцкий такой, который очень огромную, большую коллекцию собрал, нумизматическую, которая потом, к счастью, оказалась в Государственном собрании, значит, в Восточном музее, который там был основан. И, безусловно, Леон Осипович Сихлер, который собирал любовно татарское прикладное искусство. Его коллекция, к счастью, тоже уцелела, и сложными путями через Москву все-таки потом была возвращена в Казань. Сейчас тоже это фонды Национального музея Республики Татарстан. Вот такие два замечательных человека, сейчас не буду их показывать. Ну и вот в качестве такого курьеза, хотя, в общем, почему курьеза? Вот такой тоже замечательный был человек, Дмитрий Геннадьевич Гурылин. Это его европейский облик, а это его такой восточный амплуа, поскольку он торговал тканями, был известным очень промышленником Иваново-Вознесенским, и вся его коммерческая деятельность, конечно, связана была со средней азии, но он оттуда получал хлопок и там же продавал готовые ткани. Поэтому, соответственно, неудивительно, что он может следующий. Это роспись в его доме, фреска. Вот в советское время о нем очень так было принято высказываться пренебрежительно. Это отчасти, наверное, было и так, но в действительности ему среди вот большого количества заурядных предметов удалось собрать и абсолютные уники. Он предпринял путешествие на восток, и на одном языке, и на самом деле говорил, ему дождь переводила. Ну вот в третьем году издал каталог выставки древности и редкости собрания Бурылина. Вот это просто один из разворотов этой книжки. К сожалению, там нет картинок, поэтому многие вещи из разрозненного собрания сейчас можно воссоздать только предположительно. Значит, часть осталась в Иваново, часть попала тоже в наш музей. Я надеюсь, что в этом году мы выставку сделаем осенью, которая будет посвящена сначала в Иваново, а потом в Москве, которая будет посвящена как раз попыткам реконструкции его, исламской части его коллекции. Ну, два примера приведу. Следующий слайд. Ну, он собирал в том числе и рукописи, собирал литографии. Вот замечательная литография 1974 года Бегеранская, из его коллекции, их на самом деле гораздо больше. И абсолютный уникум. Следующий слайд. Это вот такой вот печатный амулет федемистского времени, который он купил в Египте. Их в России вообще нету, в Иваново только один. Он его купил в 2013 году, будучи в Каире. Следующий слайд. И, ну, про выставки, наверное, уже нет времени распространяться, да, потому что выставочная деятельность, исламское искусство слишком скромную роль, наверное, играло в это время выставочной деятельности. Хотя вот какие-то отдельные спорадические использования мы можем найти, наверное. Ну и теперь к выводам. Выводы такие. Вот до 1800, примерно, 20-30-х годов мы с вами особенно не замечаем какого-то стойкого интереса к исламскому искусству. И возникновение этого интереса, безусловно, было связано с романтизмом, такой подоплекой эстетической был романтизм. Мы почти невидимы поначалу крупных собраний, за исключением нумизматики. Я специально оставил ее в стороне, потому что усилия Хера, Френа, там, Волынского, Мусина-Пушкина, Румянцева, это вообще отдельная тема. И там, скорее, все-таки хронология была основой, а не эстетические воззрения собирателей. Так вот, за исключением нумизматики больших и частных, или академических, или частных собраний рукописей, вплоть до 70-х, 80-х годов мы таких коллекций не имеем. Но уже в 80-е их довольно много, я попытался это показать. Ну, вот такое вот позитивистское отрицание Вринановское, да, значит, вот исламской науки, культуры и образования, потом реинкарнация такого романтического отношения к исламу стало очень важным импульсом в собирании исламского искусства в начале 20-го века. Вспомним Кандинского, вспомним его попытки там собирать, например, арабский лубок в Магрибе. Все, ежумеется, диктовалось, конечно, эстетическими соображениями. Очень важно отметить роль учебных музеев в деле собирания этого исламского искусства. Я привел пример со Штиглицем и Строгановкой. И, наверное, еще два замечания. Мы видим, что в столичных городах вплоть до конца 19-го века в значительной степени этот интерес диктовался европейской модой, а не интересом к культуре и искусству местных мусульман там в Павлже, в Крыму или на Кавказе и коллекционирование предметов их искусства это заслуга местных энтузиастов и, соответственно, местных обществ. И отсюда своеобразие источников пополнения. В значительной степени вся эта столичная публика была как в Киеве, как у Ханенко, как у Щукина или, например, в Петербурге. Она была, конечно, через Половцево, у Штиглица была ориентирована на европейский рынок, прежде всего на парижский. Вот, наверное, очень кратко, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо, Илья Владимирович. Невозможно, хочется слушать бесконечно, но нас ожидает кофе-брейк, выставка, объявление. И я сейчас хайджек, что называется, простите, Анастасия. Я хотела сказать, что тот журнал, наш восточный курьер, в который мы от всей души приглашаем вас подавать ваши доклады и статьи на эти темы, просто заслушавшись Илью Владимировича, я подумала, что, Илья Владимирович, как хорошо было бы опубликовать что-нибудь из того, что вы рассказали. Хорошо, я благодарна, что мы сприняли ваши предупреждения. И Николай Николаевич, и Василий Степанович, и все, добро пожаловать. Этот журнал можно посмотреть там же, где будет кофе-брейк, где у нас еще, кстати, впервые в истории института организована выставка продаж нашей печатной продукции. Это тоже большой праздник для института. Анастасия, можете в двух предложениях нам рассказать это все? И мы поддержим весь почерп. Спасибо большое. Спасибо.